Это картинка из Киева, которую мы получаем в режиме реального времени на Владимирской горке. Вокруг памятника князю Владимиру установлено ограждение. Ограждена также аллея на пути к памятнику Крестителю Руси, но люди могут свободно передвигаться по аллее. У памятника дежурство и наблюдение за безопасностью осуществляют люди с бейджиками, на которых написано Оргкомитет. Кроме того, на рукавах у них нашивки с надписью Международная общественная организация Казачество Запорожское. Крестный ход мира, любви и молитвы за Украину, так он называется, стартовал 3 июля из Святогорской лавры в Донецкой области. Утром 9 июля колонна верующих вышла от Почаевской лавры в Тернопольской области. А 22 июля этого года утром всеукраинский крестный ход вошел на территорию Киевской области. Участники шествия, вышедшие из Почаевской лавры, пересекли границу Авручской и Киевской епархии, а паломники из Святогорска границу Кременчугской и Бориспольской епархии. На Киевщине верующих с востока страны встречало местное духовенство во главе с епископом Бородянским в Варсонофии. После совместного молебна за мир в Украине с клириками Кременчугской епархии, его Преосвятейшество возглавил крестный ход, который начал шествие по Киевщине. В течение пяти дней паломники шли через Яготин, Березань, Лебедин и Борисполь, чтобы 27 июля войти в Киев для участия в торжествах в честь празднования памяти Святого благоверного князя Владимира и Дня Крещения Руси. Ну а в Москве в Троицкой церкви проходит молебен. Организовали его политэмигранты в поддержку украинского крестного хода. Землю святых пресеньев, просветившему, Господу помолимся, моля милая, Господи Иисусе Христе Божий Маш. Сейчас на прямой телефонной связи со студией Лайфа моя киевская коллега Катерина Петрова. Катерина, приветствую тебя. Сегодня очень многие говорили, что не исключены провокации на таком священном мероприятии, как украинский крестный ход. Скажи, оправдались ли худшие подозрения или все пока, слава Богу, идет спокойно? Катерина, еще раз. Как ты слышишь студию Лайфа? У Катерины телефон включен. К сожалению, пока ей не удается почему-то ответить Москве. Надеемся, что в скором времени нам удастся подключиться к моей киевской коллеге Катерине Петровой. Ну а сейчас у вас на экранах прямая трансляция из столицы Украины, где продолжается крестный ход. В связи с проведением данного мероприятия, служащие Национальной гвардии Украины, Национальной полиции перекрыли Центральные улицы Киева. Представители правоохранительных органов установили металлические ограждения на проезжей части и на тротуаре возле Майдана независимости напротив здания Киевского городского совета профсоюзов на Крещатике. Вдоль ограждения постоянно дежурит около 40 нацгвардейцев в бронежилетах. В руках они держат защитные шлемы. Кроме того, на Майдане незалежности по всему периметру Европейской площади, это рядом дежурит большое число полицейских. Также движение перекрыто для общественного и частного транспорта в направлении Европейской площади возле Почтовой площади. Она тоже рядом. Движение транспорта перекрыто на Парковой аллее и на улице Михаила Грушевского. Везде установлены ограждения. Там также дежурят правоохранители. Большое число представителей силовых структур находится вдоль Владимирской горки. Здесь усиление мер безопасности. На улице Крещатик образовались большие очереди возле заборов и рамок металлоискателей, выставленных в связи с крестным ходом. Как сообщают пользователи соцсетей, многие люди опаздывали за этого на работу. Некоторые и вовсе не смогли попасть в офисы, поскольку через рамки пускают только по документам. Киевляне возмущены ограничительными мерами и заявляют, что не были предупреждены о специальном порядке допуска. Мы вновь можем показать, что происходит в Москве, в частности в Троицкой церкви. Там идет молебен. Организовали его политэмигранты в поддержку крестного хода. Собравшиеся молятся за здравие всех участников крестного хода и всех жителей Украины в общем. Была искренней, сильной, чтобы до Бога она дошла и наделила тех правителей, управителей, тех людей, которые принимают участие активное и в плохих делах, и в хороших их укрепил. И чтобы все-таки это потихонечку заканчивалось, чтобы народ возвращался обратно, чтобы был мир во всем мире.